сегодня все больше и больше людей верят в путина и это плохой сигнал здравствуйте перед недавно прошедшими выборами было немало сказано о вере в доброго царя о нашей неискоренимой вере в то что достаточно заменить нерадивого правителя на собирателя земель честного офицера или грамотного управленца и страна пойдет на поправку вырастут зарплаты и пенсии поднимется из пепла промышленность укрепиться рубль дороги станут ровными все либералы окажутся в тюрьме а внешний враг трусливо спрячет свои бесполезные томогавки и устыдится беспомощных санкций судя по явке перешибить эту веру непросто доходит до того что отношение к путину становится своеобразным маркером свой чужой но это еще не все скажите вы никогда не задумывались о том что обратной стороной веры в хорошего царя является такая же искренняя вера в царя плохого ирония нашего бытия заключается в том что деятели выпячивающие фигуру конкретного путина как источника всех бед ничем не отличаются от тех кто путина боготворит и считает что без него развалится россия и те и другие из кожи вон лезут чтобы поддерживать вредную иллюзию о царе которого нужно просто заменить чтобы стало хорошо или стало плохо и те и другие нужны и крайне полезны правящему классу и те кто проклинает путина и те кто возносит его до небес ведь чем больше вы рассказываете про путина хорошего или плохого тем меньше вы рассказываете хорошего или плохого про общественно-экономическую формацию в которой мы живем мы будем говорить каждому гражданину россии что власть стране захватил человек путин который вор коррупционер лицемер человек лишенный любых моральных качеств историческим деятелям любят давать прозвище николай кровавый александр освободитель карл великий и так далее мне кажется нашему путину надо дать прозвище путин удобный и в самом деле путин удобен абсолютно всем путин удобен патриотом вокруг него должна сплотиться нация путин удобен либералом он виноват во всем путин удобен и наземцам он тиран свергая его можно нанести новый удар путин удобен украинцам ведь это он разрушил экономику страны убил сотню честнейших парней сбил боинг отжал крым и из-за него идет война на донбассе а вот хорошие примеры удобности вот когда путин уйдет а рано или поздно он уйдет что вы будете писать на этих своих плакатиках фамилию преемника а куда после ухода путина девать разжиревших мэров губернаторов замов их детей друзей детей друзей жены любовниц и прочих чиновников с их детьми друзьями и любовницами которые тоже давно занимают все хлебные места куда девать церковную верхушку начальников всех мастей гражданских и военных их друзей коллег детей родственников топ-менеджеров фсошников фсбшников вождей кукольной оппозиции актеров и актерок писателей режиссеров обслуживающих буржуазию за жирные объедки со стола да и саму буржуазию в конце концов словом куда девать меньшинство процветающие за счет большинства ведь это класс вне зависимости от того понимаете вы это или нет или вы думаете они уйдут вместе с путиным куда зачем с какой стати только подумайте какая ясная четкая картина современного мира могла бы получиться если бы на каждом из этих плакатиков вместо путин стояла бы капитализм но введение в повседневный обиход вместо путинский пропутинский запутинский понятие господствующий класс капитализм правящий класс очевидно приведет к появлению еще большего количества вопросов и разрушит стройную картину мира в котором достаточно свалить главного злодея и благоденствие не заставить себя ждать и уходить из этого поста уходи пускай человек идет который проживет как звезда мелькнет сгорит убьют или застрелят но о нем доброго слова нужно сказать а а теперь можно сказать доброе слово нет с иллюзиями в виде любимой страшилки расставаться сложно и тот кому удобный путин милее изучение истории и экономики не станет прилагать лишних усилий для поиска истины а вы владимир владимирович вы в церковь прежде чем зайти принеси ползком заползите и стоите гордо там на первых рядах вас возят не имеете права в церковь ходить вы покаяние принесите перед нами покайтесь а потом уже заходить вы говорите путин сделал хорошо или вы говорите путин сделал плохо путин негодяй или путин красавчик и вы правы не правы вы в том что вы останавливаетесь на этом вы не пытаетесь найти первопричины сделанного вы остаетесь на позициях идеализма считаю что путин сделал что-то плохо потому что он негодяй или сделал что-то хорошо потому что он красавчик вы сосредоточены на свободе воли путина отрицая тем самым его зависимость от внешнего мира от общественного бытия есть стихийность а есть сознательность признавая за путиным все беды и все достижения вы действуете стихийно а значит вы стоите упершись лбом в стену и спрашиваете у нее что делать но стена молчит и это всех раздражает борьба против всего плохого за все хорошее продолжается он очевидно планирует править эти шесть лет так как будто он здесь не просто самый главный чиновник а настоящий царь признавая же путина выразителем интересов определенного класса вы действуете сознательно потому что любые действия личности помимо свободы личности продиктованы экономической и социальной обстановкой путин представитель правящего класса выделять исключительно его и его ближайшее окружение это значит опускаться на уровень эмоций и уводить людей в сторону от понимания классовой природы общества это значит демонизировать некую группу людей персонифицировать зло персонификация же свойственно мифологии и религии и не имеет никакого отношения к критическому осмыслению действительности навальный моя фамилия навальный алексей навальный 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 на валь ный ну давай давай ну вот сейчас скажи навальный любите путина не любите путина уважайте путина не уважайте путина он вошел в историю страны навсегда да роль личности в истории значительная но если вы не понимаете интересы какого класса представляет эта личность то что вы можете знать об этой личности мы вновь избрали вас на новый срок возлагая на вас большие надежды мы видим в каких дворцах живут ваши подчиненные в усадьбах и в поместьях появление которых сложно объяснить нас обокрали а сегодня мы подписываем наше обращение кровью обращение детей дочеков к президенту российской федерации уважаемый владимир владимирович вам обращайте дети дочеков нас больше пяти тысяч семей здравствуйте владимир владимирович я и четверо моих младших братьев бомжи на чиновников это не волнует помогите нам пожалуйста уважаемый владимир владимирович вам обращается хоккейная команда спутник город краснознамец пожалуйста помогите нам построить каток мы очень надеемся владимир владимирович вы самый лучший президент уважаемый владимир владимирович слезно прошу вас помочь мы буквально стали бомжами отдали застройщику мы остались без денег и без жилья инвалиды пенсионеры студенты нам никто не помогает прошу вас умоляю помогите помогите нам восстановить конституционное право на жилье а я вообще одна я кое-как наскребла эту сумму владимир владимирович я внесла все свои накопленные деньги и осталось без жилья и без денег владимир владимирович вам по-человечески не стыдно когда ваши граждане встают перед вами на колени а между тем жизнь дорожает рубль дешевеет патриоты привычно зовут сплотиться вокруг путина либералы привычные винят его абсолютно во всем и те и другие одинаково блаженные вертикаль власти затощенная на одного великого политика не может победить вертикаль власти в россии была всегда каждый раз когда такие как вы говорили откажись от вертикали они получали февраль семнадцатого или девяносто первой распад страны а потом говорили что-то у нас не получилось что-то у нас конкуренция слабенькая вы получили то что вы хотели на украине хорошо вертикаль и живите с не достанется гряда самураем никогда грудью встанем за столицу янтаря севастополь наш и крым для потомков сохраним дамой родины аляску возвратим а нам от северных морей до и до южных рубежей от курицких островов до балтийских берегов а на земле все было бы мир но если главный командир позовет последний бой адхитат и и и и и и и и Продолжение следует...